Здесь не звучат уже приевшиеся всем слова о том, что терроризм это зло. Не слышно призывов опасаться и предупреждений об ответственности за такие злодеяния. С детьми разговаривает психолог. Тонко, с чувством юмора. Специалист через вымышленные ситуации. Сценки и конкурсы уже на интуитивном подсознательном уровне показывают, что этому явлению действительно не место в здоровом обществе. Ибра, ты должен будешь участвовать в работе команды моего знакомого. Это твой долг. Я не обязываюсь. Нет. Не будешь? Ну, там хорошая заработная плата. Тебя это не устраивает? А ты участвуешь? Конечно. Ну, тогда я согласен. Навыки общения у молодого человека должны быть направлены в первую очередь на свою собственную безопасность. Моральную и физическую. Вовлекая в процесс детей, психолог разбирает ситуации, которые уже происходили с кем-то или с которыми они могут столкнуться в будущем. Не поддаваться на сомнительные уговоры, провокации на психологическое давление оппонента. Свободно выражать свои чувства, мысли и не бояться их. Все мы разные. В этом особенность каждого из нас. Мне очень нравится. Интересно. Мы поучаствовали в различных конкурсах. Просто некоторые тестирования. Ведущий очень интересно рассказывает, просто захватывает дух. Мы оказались в такой атмосфере, просто мы многое осознали, поняли, где мы были неправы. Мы узнали внутренний мир, лучше познали свой. Участники психологического тренинга – старшеклассники 4-й средней школы Корабулака. Али Куркиев уверен, советы и навыки, полученные в ходе семинара, ему пригодятся даже в быту. Что касается сегодняшней темы, наслышан, что часто вербуют молодых людей в незаконные бандформирования. Сам с этим не сталкивался, но на всякий случай инструкция имеется. При попытке завербовать, удалить все сообщения и заблокировать человека, который тебя пишет. И игнорировать данное сообщение. То есть вообще не отвечать? Да. Ну, удалить сообщения и заблокировать человека, который тебя пишет. В случае повторного, то рекомендовано обратиться к службе, куда нужно обратиться. В ВД и так далее. Службу полиции. Приглашены на психологический тренинг-семинар инспекторы ПДН, которые и сами с радостью принимают участие в конкурсах. Несовершеннолетние нуждаются в подобного рода занятиях, так как несовершеннолетние более подвержены влиянию со стороны. У нас у несовершеннолетних более неокрепшая психологическая устойчивость, умы. Психологические тренинги плюс лекции, посвященные профилактике терроризма, проходят в музее часто. Цель – сформировать у молодых людей ценностные отношения к себе и окружающим. Научить их навыкам позитивного диалога. Привить чувство отторжения и неприязни к чуждому для здоровых людей явлению. Психологи сегодня очень ответственно к этому отнеслись. Подготовили на тренинг свой доклад, который у нас будет проходить в течение почти полутора часов. И мы думаем, что такое мероприятие все-таки несет позитивный характер. По окончанию нашего мероприятия мы постараемся привлечь их к культуре, совместить это приятное с полезным. И думаем, что сегодня наши психологи донесут до наших собравшихся свою идею и мысль. По времени тренинг-семинар занимает около полутора часа. За два классных урока дети смогли узнать достаточно полезного для формирования понятия о неподдельных настоящих ценностях. Адам Ирешков, Ахмед Горбаков, Новости 24.